Уважаемые братья, проблема бывает у человека, скорбь на душе, беспокойство на душе, грусть по одной причине, когда у человека слабый иман и слабая богобоязненность. Ведь Субханаму Ва Та'але сказал в Коране Если вы будете проявлять терпение и будете богобоязненными, то козни шайтана вам не навредят никоим образом. Так же сказал Субханаму Ва Та'але То, кто будет бояться Аллаха, Аллах, Субханаму Ва Та'але, ему из любого положения даст выход. То, кто будет бояться Аллаха, Аллах простит его грехи и его награду сделает великой. Если бы жители Силени, они бы уверовали в Аллаха и были бы богобоязненными, то бы Аллах давал им баракат, давал бы им благодати с небес и с земли. Это то, что Аллах, Субханаму Ва Та'але, обещал за богобоязненность. На сегодняшний день наши паломники начинают возвращаться в свои страны. Вхамдулля, мы ночью вернулись. Завтра наш муфти Москва, Ильдар Хазрат возвращается, Мустафа Хазрат. И так постепенно-постепенно паломники возвращаются. И в этот момент паломники говорят, мы были гостями. Милости в Аллаху, Субханам Ва Та'але. Перед тем, как он увидел впервые Аль-Ка'бу, он думал, не знаю, обрадуюсь ли я, или расплачусь от радости, или расплачусь от богобоязненности перед Аллахом, Субханам Ва Та'але. Субханам Ва Та'але. Субханам Ва Та'але. Субханам Ва Та'але. Говорит паломник, я молился около Ка'абы, молился за Макамом Ибрахим, увидел Ка'абу, коснулся Ка'абу, делал сажда в самой святой земле. И задается вопросом, может быть, кто может быть счастливой меня в этой дуне? Может быть, я сделал земной поклон своим лбом там, где наш любимый пророк, саллаху алейсалям, наступил своими благословенными ногами? Или, может быть, я сделал земной поклон там, где упала капля слезы нашего любимого пророка Мухаммада, саллаху алейсалям, это я увидел в своей жизни, никогда не забуду, пока я жив. Однако, уважаемые братья, задаемся вопросом, что делать после хаджа? Или после этих дней, которым мы здесь, альхамду лля, поклонялись Аллаху Субхану Ва Та'але, спастились в эти дни из-за хаджа, альхамду лля, в день Арафа делали дуа, что после этого? Что после хаджа? Заканчивается ли хадж, поминание Аллаха, после того, как закончился хадж? Нет, нет, нет. Однако, хадж — это школа, это институт, чтобы укрепить и увеличить любовь по отношению Аллаху Субхану Ва Та'але в сердцах рабов Аллаху Субхану Ва Та'але. Поэтому каждый раб Аллаха или тот, который отправился на хадж, после того, как возвращается, он должен способствовать тому и всегда помнить об Аллахе Субхану Ва Та'але. Вернусь я после хаджа вернулся, чтобы заполнить свое сердце любви по отношению к Аллаху Субхану Ва Та'але, чтобы жить лучше, чтобы призвать к лучшему. Поистине, Аллах Субхану Ва Та'але лучший, Аллах Субхану Ва Та'але прекрасный и не принимает ничего, кроме как прекрасного. Поэтому каждому человеку Аллах Субхану Ва Та'але обращается к верующим и говорит, обращается Субхану Ва Та'але ко всем людям и говорит, «О, люди, кушайте только из того, что Та'еб хороший, халальный, и не следуйте за шагами шайтана. Поистине, шайтан ваш явный враг». О, верующие, кушайте только из всего халального, то, что мы вам дали, то, что мы вам дали в качестве резка у дела, и благодарите Аллаху Субхану Ва Та'але, если вы поклоняетесь одному Аллаху Субхану Ва Та'але. И этот человек, если будет всегда в поклонении Аллаху Субхану Ва Та'але, не только в Рамадане, не только во время дзюль-хиджа на постоянной основе, то он умрет тоже в прекрасном виде. Каля Та'але, «Ал-лязина татавафаهمу л-малайкату тайебина якулун, саламун алейкум, удхулу л-джанна бима кунтум тя'амалун». Те, которым ангелы смерти приходят за их душами, обращаются к этим душам и говорят, «Саламун алейкум», когда только твоя душа выходит из твоего тела, перед смертью ангел к тебе обратится, мой брат, если ты жил по религии Аллаха Субхану Ва Та'але, и скажет, «Мир вам! Удхулу л-джанна! Заходите в рай! Бима кунтум тя'амалун!» За то, что вы совершали из благих дел. «Ваидхулу дару тайебин!» Этот человек зайдет в окружение таких же праведных людей. «Васиқал ладзин атақау раббахум илал джаннати зумара!» И их поведут в судный день толпами к Господу, к Аллаху Субхану Ва Та'але, в рай Аллаха толпами. И когда они дойдут до рая, до дверей рая, откроются им двери рая, и стражи рая скажут ангелы Ридуан, «Саламу алейкум! Мир вам! Тыбтум! Вы были благими на земле!» Заходите навечно в рай. «Валека яум аль-хулуд» — это день вечности. Это день, когда не закончится вечная райская обитель. Поэтому цель от поклонения — это не только само поклонение, а цель от поклонения, какими мы будем с вами после поклонения. Намаз. Отдаляет для чего? Для чего Аллах предказал намаз? «Танха аль-хулуд» — чтобы человек отдалило от греховного, от харамного. Если человек после молитвы не изменяется, то он отдаляется от Аллаха. Пост. Аллах приказал для чего? «Для того, чтобы в сердце рабов Аллаха зародилась богобоязненность». «О, верующие, предписан вам пост, подобно так, как был предписан тем, кто был до вас, может быть, вы станете богобоязненными». Закат. Садакат. Для чего Аллах предписал? Чтобы человек очистил себя от жадности, от скупости, чтобы утушил гнев Аллаха. Как сказал Аллах Субхану Ва Тааля. «Кудз мин амвалихим садакатан, путагирухум ватюзакейхим биха». Возьми из имущества садака, закат, тем самым ты очистишь их и приближишься к Аллаху Субхану Ва Тааля. Также хадж. Хадж. «Аламату лкабуль аибада ма ба'дха, аль-хасана ба'дал-хасана». Именно если хадж принятый, то если человек, когда возвращается после хаджа, он становится лучшим. Да, закончился хадж, закончились дни хаджа, закончились дни дуль-хиджа, но обратно поминание Аллаху Субхану Ва Тааля не заканчивается никогда. Ни после хаджа, ни после Рамадана. Смотрите, что говорит Субхану Ва Тааля. «Когда вы закончите свои обряды хаджа, вспоминайте Аллаха». «Так как вы вспоминаете о своих отцах». Раньше арабы и сейчас тоже знают свое дерево, поколение, как его отца зовут, как его дедушку, как прапрапрапрадеда. Вот как вы о них вспоминаете всегда, также вспоминаете Аллаха. «Еще больше Аллаха Субхану Ва Тааля вспоминайте». И дальше после этого аята Аллах Субхану Ва Тааля сказал, что люди после хаджа делятся на две категории. Он просит, «О, Аллах, дай мне баракат, благодать в этой дуне». То есть дай мне хорошую работу, дай мне хорошую должность, дай мне хороший автомобиль, дай мне деньги, дай мне дом. Аллах Субхану Ва Тааля говорит, «Я ему дам, но в вечности он ничего не получит». Дальше Аллах Субхану Ва Тааля продолжает и говорит, «А из этих людей вторая категория». Говорит, «О, Аллах Субхану Ва Тааля дай нам и в этой жизни все благое, и в вечности все благое, и отдали от нас наказание ада, спаси нас от наказания ада». «Этим людям будет дано то, что они заслужили, то, что они попросили». Аллах Субхану Ва Тааля говорит, «То, кто хочет богатство, богатство этой дуни, я ему дам, еще больше дам, говорит Субхану Ва Тааля». «То, кто хочет бараката в вечности, благодати в вечности, я ему дам, говорит Субхану Ва Тааля, еще больше дам». То есть в Ахирате. «То, кто хочет только из этой жизни богатство, я ему дам». «Однако в вечности он ничего не получит». Поэтому есть люди, которые просят у Аллаха Субхану Ва Тааля для вечного и для этой дуни. Вот такой должен быть мусульманин и постоянно вспоминать об Аллахе Субхану Ва Тааля. Поэтому Аллах Субхану Ва Тааля, даже вот сейчас мы пришли на молитву, на молитву джума. Человек оставил свои дела, свою работу. Мы не просто пришли, братья, чтобы здесь помнить об Аллахе Субхану Ва Тааля, а после намаза забыть об Аллахе. Нет, Субхану Ва Тааля, что сказал? Если когда закончится намаз, когда прочитается намаз джума, то вспоминайте Аллаху Субхану Ва Тааля. Закончится намаз джума, идите дальше заниматься торговлей, работайте и говорите Субхану Ва Тааля. И много-много вспоминайте об Аллахе Субхану Ва Тааля. Может быть, вы преуспеете, говорит Субхану Ва Тааля. Поэтому человек, он всегда должен помнить об Аллахе, не забывать свои грехи, просить у Аллаха Субхану Ва Тааля прощения за грехи, просить у Аллаха Субхану Ва Тааля за умму поррока Мухаммада Саллаху Алейхи Ва Салям, за своих близких, за своих братьев, за свою религию, беречь свою религию. Поэтому мы должны много поминать Аллаху Субхану Ва Тааля. Мунафики, лицемеры тоже поминают Аллаха, Но они мало поминают Аллаха, как говорит Субханава Та'ала, мало они помнят об Аллахе. Очень мало вспоминают об Аллахе. Однако верующие, те, которые верующие, уверили в Аллахе, делали благие деяния, и много поминали Аллаху, Субханава Та'ала, и прощали, после того, как были притесненными, также говорит Субханава Та'ала, поистине для вас в посланнике Аллаха красивый достойный пример. Для кого? Для того, кто верил в Судный день и много вспоминает об Аллахе, Субханава Та'ала. Те мужчины, которые много вспоминают об Аллахе, и те женщины, которые много вспоминают об Аллахе, Аллах, Субханава Та'ала, простит им грехи и даст им великую награду. О верующие, много-много вспоминаете Аллаха, Субханава Та'ала. Поэтому каждый час мы должны с вами вспоминать Аллаху, Субханава Та'ала. Не оставлять час, поистине, когда человек уйдет из этой жизни, и уже ничего не сможет, он вернуться не сможет, не будет ни о чем не сожалеть, кроме как о том часе, когда он не вспоминал Аллаху, Субханава Та'ала. Если человек каждый час будет помнить об Аллахе, и постоянно он будет вспоминать Аллаха, как сказал Пророк Мухаммад, Салаллаху Алейху Ассалям, пусть твой язык будет влажным, отпоминание Аллаху, Субханава Та'ала. Этот человек по милости Аллаху достоится тем, чтобы сказать последние слова. И тот, у кого последние слова были в этой дуне, ты расстаешься с этой дуне, расстаешься с своими детьми, расстаешься с своими близкими, своими братьями, и последнее твое дело в этой дуне, ты говоришь, вспоминаешь об Аллахе, нету иного Господа достойного поклонения, кроме Аллаха, он зайдет в рай. Да, Аллах Субханава Та'ала, чтобы последние слова у нас были, чтобы самые прекрасные дела были, и последние дела, и чтобы самый счастливый у нас день был тот день, когда мы встретимся с Аллахом. Он был Гафор Рахим, Гаваду Криим, Семи Аль-Дуаа.